День города и Марина Романюк Из федеральной казны на сбалансированность бюджета Рязанской области поступило 300 миллионов рублей. Мы потратим их на нужды людей, заявил губернатор Николай Любимов на правительстве. Понимание, на что конкретно пойдут эти средства, у властей уже есть. Максим Васильев продолжит. 300 миллионов дополнительно это так называемая бюджетная сбалансированность. Деньги эти не окрашенные, то есть не целевые, а значит региональные власти используют их на неотложенные нужды рязанцев. Куда конкретно нужно потратить средства стало ясно после общения губернатора с жителями области, в том числе на электронных площадках. 200 миллионов рублей направляются на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, будет проведена модернизация систем водоснабжения и водоочистки. Из 100 миллионов рублей направляются на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров. Кроме того, на приобретение медицинского оборудования необходимого. Я прошу руководителей Минтека ЖКХ, Минстроя, Минздрава оперативно провести всю необходимую подготовку и обеспечить качественное проведение работы. А вот работы по благоустройству общественных пространств по-прежнему курируют народные избранники. Губернатор сегодня добавил депутатскому контролю функционала. Теперь парламентарии должны будут отслеживать и содержание детских площадок. Некоторые объекты приходят в негодность, у некоторых попросту нет хозяев. Соорудили, допустим, где-то детскую площадку 5-7 лет назад и бросили. Я в этом убедился, к сожалению, лично в своих поездках и по областному центру, и по районам. Это просто безхозяйственность. Отсюда возникают у нас неприятные ситуации, вплоть до детского травматизма. По сути, у каждой детской площадки должен быть не только хозяин, это обязательно, но и свой местный депутат. Поэтому работу нужно проводить постоянно. Но если каждый знает, за кем закреплена та или иная детская площадка, кто за нее отвечает, то и состояние этих площадок будет достаточно хорошим, приемлемым. Еще одна идея губернатора – создание ФОКов, физкультурно-оздоровительных комплексов во всех райцентрах области. В этом году сооружение возведут в рабочем поселке Сарае и Милославском районе. Следующим уже готовят проектно-сметную документацию. Максим Васильев, телекомпания «Город». Сразу несколько событий космического масштаба можно будет наблюдать прямо из Рязани. Одно из них – звездопад. В следующем материале расскажем, какие чудеса можно увидеть, а главное – откуда. Зрелище это будет видно даже невооруженным глазом. Земля сейчас вошла в поток кометы Темпеля Тутля-4, говорят специалисты. Для нас это движение означает вот что. Вся космическая пыль от объекта сгорит в атмосфере, и мы увидим красивый ежегодный летний звездопад. Его еще называют потоком Персиды. Начался он с 24 июля и продлится примерно до 24 августа. Пик же красоты придется в ночь на 13-е. Персиды плюс хорошая погода, порядка 100-120 метеоров в час можно наблюдать, если уехать за город и при хорошем чистом небе. Зрелище очень красиво. Всего ярких звездопадов за год-два. Летом это поток Персиды, зимой в декабре – гоминиды. Последние, правда, в наших широтах наблюдать вряд ли получится. Поэтому местные астрономы каждый год готовятся именно к Персиде. Настраивают оборудование и готовят камеры. Кстати, для съемки подойдут небольшие камеры с объективами Фишай. Но звездопад – не единственное космическое явление августа. Земля во время движения по орбите своей догоняет Сатурн. Он медленно движется, поскольку дальше. И получается, выстраивается в одну линию Солнца Земля – Сатурн. Это явление называется противостояние. Через месяц примерно будет противостояние Юпитера. Кстати, увидеть эти планеты можно и сейчас, даже без телескопа. Если выйти на улицу часов в 10 ночи и посмотреть на восток, то заметите яркую точку. Это будет Юпитер. Точка справа чуть бледнее – Сатурн. С точки зрения астрологии, в это самое время нужно воплощать замыслы в реальность. Начинать новые проекты. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. До 15 августа продлен запрет на посещение Окского заповедника. Об этом говорится на официальном сайте заказника. На основании приказа Рослесхоза в связи с повышенным классом пожарной опасности в лесах в результате неблагоприятных климатических условий – сухая и жаркая погода. С 9 по 15 августа 2021 года приказом директора продлен срок полного запрета посещения лесов гражданами, а также въезд в них транспортных средств на территорию всех участковых лесничеств. Отдельно указано, что за нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность и наложение штрафных санкций. Сотрудники СОБР продолжают свои тренировки. В этот раз они показали съемочным группам города, как проходит работа отряда, если преступник засел на корабле. Валерий Седов с места событий. Отряд работает быстро и четко. Весь штурм занимает меньше минуты. Теперь СОБР контролирует как верхнюю палубу, так и все помещения внизу. Это только один этап тренировок. Потом разбор полетов и новый заход. Втягиваемся на корабль, последовательно забираем помещение. По команде новый заход. На теплоходе прогулочного типа спецы тренируются два раза в месяц. Прямо с начала навигации. Новые бойцы отряда изучают строение корабля. Парни же бывалые отрабатывают свои навыки. Ввод на этого эпизода террорист вооружен. Силового сопротивления не ожидает. Сам теплоход при этом пришвартован. Если корабль стоит пришвартованный, то изучаются подходы, планировка пристани, пирса, глубины. Опять же, если корабль захватывается на ходу, то тогда изучать особо нечего, только отработка. Штурм проводят с разных точек. Первый отряд заходит с катера силовиков, второй – с пирса. Задача отработана, вводная меняется. Теперь преступник знает, что СОБРовцы вот-вот проведут штурм. Он вооружен и готов оказать сопротивление. Поэтому работают тяжелые. Щиты по готовности вперед. По готовности вперед. Две группы со щитами к цели движутся медленно, но верно. Вес щита – 32 килограмма. Но в осторожном подходе не это главное. Цена ошибки сейчас. Человеческая жизнь. Ты контролируешь сверху, они открывают, смотрят. Все так же. Прогулочный теплоход как пришвартованный, так и на ходу СОБРовцы штурмуют дважды в месяц. Впрочем, на железной дороге и автовокзалах тренируются не меньше. Расписание плотное. Нормативы почти как у олимпийцев. Чтобы в нужный момент операция прошла за считанные секунды и без потерь. Как учили. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Недалеко от маминого сквера в Дашково-Песочне должна появиться собственная поликлиника. Мы обязательно проработаем этот вопрос. Заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с активистами ТОС Васильевский. Он ответил на самые актуальные вопросы. Горожан и пообещал поддержать проект мемориального комплекса рязанским летчиком-героем Великой Отечественной. Молодожены приезжали и их улетчик терли. Это у нас на улице, потому что мы хотим, чтобы вот эта наша площадка, именно мамин сквер, чтобы городские мероприятия здесь проводили. Так называемый мамин сквер на улице Васильевского в микрорайоне Дашково-Песочне открыли еще 4 года назад, но и сегодня он выглядит, как будто ленточку разрезали только вчера. Местные активисты бережно ухаживают за этой территорией, но хотят большего, например, масштабного граффити. Стена пустая. В новом микрорайоне все должно быть новым. Здесь уже есть детский сад, школа, теперь появится мемориал летчикам-героям Великой Отечественной. Стоимость проекта 2,5 миллиона рублей. Намного больше, очевидно, понадобится для возведения главной мечты Васильевцев – новой поликлиники. Вопрос берем в разработку, заверил губернатор. Надо просто чаще встречаться. Вопрос тоже будет обязательно решен. Мы сейчас просто уже уточняем сроки, потому что здесь это связано с финансированием, в том числе и с федерального бюджета. То есть, ну, громадное количество вопросов и есть запрос на вот такое общение с властью, и с муниципальной, и с региональной, от людей, потому что они видят, что у них получается. Видят, что их активность, она трансформируется в конкретный результат. Это очень важно. Маминсквер – традиционное место праздников, связанных с материнством и детством. Новый мемориал летчикам-героям должен стать продолжением реконструкции Вишневого сада. В программе благоустройства также расширение дороги на так называемой Сережиной горе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ежегодно православный мир отмечает День Смоленской иконы Божьей Матери. Она одна из главных церковных святынь. Людям, стремящимся придерживаться религиозных канонов, стоит знать, что нельзя делать в этот день. Икона Адигитрии, как и еще называют Пресвятую Божью Мать, сыграла важную роль в российской истории. Мои веками оригинальная святыня хранилась в Смоленске, но исчезла в 1941 году во время оккупации города. Остались копии изображения. Христиане каждый год отмечают День Смоленской иконы Божьей Матери. Это традиционный образ Адигитрии, леворучный, так называемый. То есть тот образ, у которого младенец, у Богоматери младенец сидит на левой руке. Ну, есть изводы с праворучным изображением, как, например, Владимирские своды, образы Богоматери. Поверья на День Иконы Божьей Матери часто повторяют запреты других важных церковных дат. В праздник нельзя богохульствовать, ругаться, заниматься рукоделием или другими работами с острыми инструментами. Не рекомендуется торговать или менять что-либо. Считается, что полученные на День Смоленской иконы вещи долго не прослужат. Начало последнего летнего месяца – период гроз. Из-за риска пострадать от стихии 10 августа, по поверьям, нельзя работать. Икону чествуют трижды в году. Следующим праздничным днем станет 18 ноября. Праздник установлен в честь Российской Победы в войне 1812 года. Также икону чествуют 7 декабря. Считается, что в этот день Божья Мать после молитвы помогла Смоленску освободиться от Золотой Орды. Образ Богоматери Смоленской – это один из многочисленных изводов большого иконографического типа Богоматери Адигитрия. Ну, если вернуться в историю иконографии Богородицы, то мы вспомним, что существует три основных иконографических типа. Это Адигитрия – путеводительница, в переводе с греческого – это Аранта – ростовое изображение Богородицы с разведенными в молитвенном жести руками, и Богоматерь Знамения. Образы Богоматери Адигитрии, пожалуй, самые распространенные в христианском искусстве. На 10 августа праздник также пришелся не случайно. В этот день, в 1525 году, икону переместили в Новодевичий монастырь из Московского Благовещенского собора. Праздник установлен в честь ее прибытия на Русь вместе с дочерью греческого императора. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин